Итак, ребята, если вы в точно таком же недоумении, я только совсем недавно заполнял Google AdSense форму по подтверждению своего аккаунта, теперь уже можно до 31 мая заполнить налоговую информацию для США. Это вообще что-то, я просто не знаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. С вами Владимир, добро пожаловать на канал AppleXper. И как вы поняли, ребята, я в данной ситуации вам покажу прекрасно, как быстренько заполнить все данные корректно, чтобы вы не переживали и у вас запрос приняли, и вы получали уже свою нулевую процентную ставку, избежать налога 20 или 30%. Как это сделать? Чтобы заполнить форму платежной информации, а именно налоговой информации для YouTube, что нужно сделать? Перейти в ваш аккаунт, вы пройдете авторизацию, то есть введете пароль от вашей почты, или он уже будет просто на подтверждение пароля. Дальше у нас налоговая форма W8BAN, то есть здесь указываем имя, фамилию, отчество на английском языке, заполняете все, страна, ставите вашу страну и идентификационный номер налогоплательщика, то есть это ваш идентификационный номер, именно здесь заполняйте вашу форму, подтверждаете, жмете далее. Дальше у нас окошко вылетает вот такой адрес, вот у нас адрес, ставим галочку на подтверждение, то что мы запишем, ставим здесь Украина, вот где стоит Россия, ставите Украина или Россия, в моем случае это Украина, выбирайте свою страну, адрес пишите, так же самое на английском, можете написать здесь область, район, город, ну улица, номер дома и так далее, все на английском языке. Индекс точно так же, здесь выбираете область, здесь индекс своего города, подтверждаете, все, жмете далее. Что у нас здесь вылетает? У нас здесь вылетает вот такое вот окошко, мы здесь жмем да, мы попадаем под избежание двойного налога, ставим галочку, подтверждаем, жмем далее. Здесь у нас первый пункт указываем по сервисах AdSense, выбираем статью, здесь он там будет один пункт и налоговый процент у нас будет 0. Дальше выбираем точно так же для всех остальных, то есть это у нас будет по кинематограф и авторские права там в Google Play и так далее. Точно так же выбираем там статью, выбираем там 10% самые минимальные, там и там будет 10%, жмем далее, подтверждаем это все. И основная информация, то что мы подтверждаем, что все данные вышесказанные были верны, вы жмете подтверждаете, то есть ставите птичку и точно так же жмете далее. Мы попадаем в вот такое вот окошко, здесь мы меню выбираем нет и точно так же здесь указываем то, что если вы уже ранее заполняли данные по выплатам, вы ставите самый нижний пункт, здесь птичку, что вы уже ранее получали и все, этот адрес не менялся, точно так же вы по этому адресу и по платежной системе будете получать деньги. Если вы впервые, то вам нужно верхнюю указать, это ваш либо новый адрес будет оплаты, на куда вам будут приходить деньги, либо же вы просто новый человек, только вот подключили монетизацию. Для тех, кто уже есть, ставим нижнюю птичку, подтверждаете, жмете отправить. Финальная информация у нас будет вот такая, это вот все данные необходимые, которые были ваши заполнены, процентная ставка, форма отправлена, так же вы ее можете изменить, если вдруг вы что-то неправильно сделали. Все заполняется на английском языке, если вы не понимаете, можете заполнить на русском, в переводчике перевести все на английский и повоставлять шаблонно, куда вам это все нужно. Будут у вас какие-то вопросы, обращайтесь, отвечу, помогу, чем смогу. Ничего сложного, я просто забыл еще указать в форме то, что вам нужно было выбирать физическое лицо, не юридическое лицо. Если вы же, конечно, являетесь юридическим лицом, то да, выбирайте. Тут какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь, я вам все максимально просто, доступно объясню, и мы вместе с вами запомнили эту форму. Но в первую очередь смотрите видео, там все так и доступно написано и сказано. Подписка, лайк и прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok